всем привет дорогие наши зрители подпишите канал если кражу в автобусе так получилось что у нас 745 и в итоге получилось что скорее даже накрасившись кажется чудесная погода маленький наш саду добрались мы уже до конца сбора были просто это вот реально за одну минуту и не так пропустили это сообщение что начало значит изначально было сообщение что 8 15 отъезд что 745 как я так не увидела его группами сереже позвонил уже было почти 10 минут восьмого дети еще маленькие спали на это уже стал одевался газовый танец отец 15 8 это было просто нечто на грани фантастики так быстро мы никогда не собирались я с криком на весь дом дети подъем в бегом скорее одеваться обуваться это вообще нечто это благо что мне почти было все готово дорогу с собой из еды вот такой большой комплекс физкультурно-оздоровительный комплекс внутри так супер приятно сделано аккуратненько хорошо общие раздевалочки душевые возможно сейчас вам покажу это все сейчас дети переодеваются и идут на разминку наверно я не знаю насколько и них первая игра сейчас надо будет смотреть по расписанию к небольшой этого поселок городского типа сделан так понимаю клинцы так ладно пошла вовнутрь специально вышла поснимать для вас сейчас слизь девчонки вышли магазин предупрекал большой фейерверк и тут же висят венки поминальные цветы руда нормально как бы сразу фейерверка могилу сейчас не играют у них перерывы были 1 2 0 2 0 1 1 а это как ресурс так любых что это магазин их сейчас перерыв пока спинать решили красиво вообще реставрация крама идет ты понимаю пятерочки у магнит вот можно сад приказки как у нас или нет назад здесь магазин вот такой вот вам не далеко видно вам не видно герои отечества славы вот нынешний комплекс спортивный дальше играет играми трепать себе нервы орать на детей просто реально нервы сдают на самом деле потому что Я все-таки хочется выиграть область. Держи, Город! Тихо! О, божечки. Первый родитель на пределе. Не спеши, главное не спешить. Ух ты, господи! Ничего себе! Мам, уголой? Да, рядом. Один и два! Держи, Город! Давай, давай! Кирилл! Давай, Зикон! Давай, еще! Андрей, назад! Скажите, Андрей, назад! Мень! 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 О, божечки! Сделала мяч, но я его не отдам. Наши чемпионы все-таки быстро поляли свое первое место на этом турнире. Молодцы просто! Мы безумно счастливы за детей. Ой, какие молодцы! Потрепали, конечно, родителям нервы, всех аж трясет. Но зато они сделали то, что сделали. Супер! Молодцы, молодцы! Молодцы! Молодцы, молодцы! ... Ура! 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 Там пасутся почти, не знаю, видно и сквозь, ой боже, лес или нет? Мироторговские, вон они. Немножечко видно, да. Видите, сколько их много, а мы уже едем, едем, они же пасутся и пасутся. Вот они поближе, ага. Мироторг, боже мой, куда-то пушим, какой кошмар. Так, ну что, мы дома. Детки! Да, всем привет. Смотрите на этот пол, какой он красивый самый. Очень красивый! Это нашей Герде? Нечем было, видно, заняться. Она была вытащила у меня все бахилы, которые можно было вытащить. Аккуратнее вытаскивай, убирайте область сразу на местах. А где одна? Бахилы, шнурки, расчески. Как она это сделала? Один бог знает из этого шкафа. Там где-то валяется за этот, в сумке где-то блок. Вот из верхнего шкафа. Как она это сделала? Один бог знает. Как она стала? У меня. Ну факт того, что у нас квартира похожа сейчас. Она просто на... На что-то маме. На что-то непонятное, вообще чудное. Это только начало. Сейчас достану. Зал закрыт был, потому что... Зал и комната Вероникина была закрыты. Надо было маме закрыть. Да, я замовляю. Надо было закрыть. И тут как-то вот так вот все у нас выглядит. Как-то вот так вот. Хе-хе-хе. Хе-хе. Это у нас гербыч. Поигралась. Коробки. Ну я уже получила. Да. У нас шейник валяется, кстати, тоже. Ой, вообще какой-то корабль. Вы представляете? Как вы видите? Как тут выиграться? Сейчас надо бегом, 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 бегом. Все это бегом выгребать, искребать. Ну почему тут папы нет? Мы же не можем таком... Или же у вас собирайте карточки, которые валяются. Хух. А я дальше. Выгребать. Так, что хотел сказать? Мама, вот она уже какая-то карточка сожрала. Не сожрала, слава богу. Мы планировали сегодня приехать вообще часов шесть. То есть я ни с кем не договаривалась, ни с кем ничего по поводу детей, чтобы кто-то забрал или кто-то что-то еще. Но когда начали играть... А вы знаете, что я сегодня на семью на велосипеде каталась? Да. Ну что? Когда время было у нас уже четвертый час, я поняла, что мы еще... У нас еще впереди четыре игры, три или четыре игры. А у нас было две или три игры точно. А помимо еще были другие команды, что никуда мы не успеваем, что никуда мы не приедем. Слава богу, спасибо моей подружке Насте. Огромное ей спасибо и большое ей поклон. Потому что я звоню Настеньке, говорю, солнышко выручай. Она все, я тебя поняла. Ой, и она забрала детей из садика. Она их привела к себе домой. Точнее, не к себе домой, они пошли к бабушке, к их. И вот сейчас мы как раз слезли за автобусом около линии, бегом помчались к ней. Я позвонила, говорю, Настя, где она? Мы на светофоре. Мы тоже на светофоре уже. Короче, там, как мы ходим с личной футболкой. В итоге мы там встретились и все вместе пошли к нашему дому. Я не представляю, что бы я сегодня делала, если вот так вот коснись, что вообще некому было бы забрать. Конечно, понятно, что искала бы какие-то варианты. Но, понимаете, когда человек рядом с домом находится раз. Во-вторых, то, что я знаю, что нас заберет спокойно, накормит на попое. То есть все будет нормально. Поэтому огромное ей спасибо за это. Просто выручила. Никто не ожидал, что получится до такого времени, что мы задержимся. Мы думали, ну, 6, ну, максимум, пол седьмого мы уже будем здесь, на линии у нас. То есть пол седьмого забрала садика, ничего страшного бы не случилось. Ну, факт получился фактом, то, что мы приехали только уже в час. Мы приехали начало девятого в Брянск. И сейчас время будет пол девятого. Поэтому сейчас бегом готовим кушать, убираем это все. И я думаю, что ужин приготовлю тихо, спокойно сегодня вечером. То есть даже и расчет у него на то, что мы приедем настолько поздно. Поэтому сейчас бегом, бегом, бегом готовить. Не надо меня рассеять. Мы приехали раньше, чтобы такого не было. Влад, там вот эти вот шляничьи штучки, там еще есть они. Надо собрать их. Понял, что? Сейчас я, Влад, помогу тебе. Все. Сейчас поставлю воду. А вот на еще одну крюк. Так что мы будем есть? Сейчас с Ланчем готовить будем быстро. Вау, вау, вау. Мы дома. Мы снимали, что мы дома уже. Так. Сейчас делают быстренько куриные растрепки. Благодаря, уже гудка куриная у меня была размороженная. Поэтому сейчас все это, дело все быстренько, быстренько, быстренько приготовлено. Что хотелось вам рассказать? Сегодня была очень-очень интересная игра, очень напряженная игра. Дело в том, что, насколько вы знаете, кто смотрит наши блоги давно, кто знает, что в том году на этом же турнире наши дети заняли первое место. И в этом году у них последний был турнир, этот, именно по мини-футболу. То есть, ну, который проходит именно на спортзале. То есть, понимаете, как бы, а просто волосица. То есть, в том году заняли первое место, как бы, в этот вот последний. Хотелось, конечно, занять первое место. Но, по итогам первой игры, мы уже честно молились и крестились, чтобы они вообще вошли в тройку. Потому что, если бы они не выиграли две игры, последние, а последние и последние. Может, было заседание. В четвертом месте бы они туда спокойно бы уехали. Семья, иди отсюда. Иди, иди, мои руки. Иди, мои руки. Вот. И, конечно, было бы очень сильно обидно и за детей, и родителям. Как-то надо отдать должное команде Клинцов. Команда очень сильная. Ребята молодцы. Ребята стараемся. Ребята бились на самом деле. Они заняли второе место в данном турнире. Огромные просто молодцы. Мы очень рады за них. Они, конечно, претендовали на первое. Но все-таки наши ребята оказались немножечко сильнее их. В принципе, они тоже обманываются. И поэтому, конечно, для нас, как бы, ну, было, в принципе, принципиально это первое место. Потому что очень сильно повелось. Очень переживали за наших ребят. Как они справятся. Как они это сделают. Да, Владимир? И вот что самое интересное. Правда, говорили то, что... Принцы реально были на победу? Принцы были реально на победу. Они были уверены, что они будут с первым местом сегодня. И, в принципе, если бы не партизан, у них бы это все получилось, скажем так. Партизан тоже наша брянская команда. Но почему-то вот игры с партизанами мы боялись больше всего родителей. Потому что команда... У нас почему-то такое вечное противостояние этих команд. Наши и партизан. И дети просто друг друга... Ну, знаете, не то, что ненавидят. Но как-то дети там очень в той команде агрессивные. Агрессивные дети, агрессивные очень сильные родители в той команде. Я не знаю, почему они так против нашей команды. Но они сегодня в итоге заняли для себя место. Какие-то уже почетное место. Не первое, конечно. Но и... Хотя они шли на первое место. И вы их выбили из клеи, Владик. И на вашей команде сегодня... Им очень сильно подкакало уже. Я знаю. Потому что они всех спокойно проходили. Они были уверены, что они будут на победу. Потому что они пошли всех. Кроме вашей команды. Ну, мы пришли их на... Их на... Их на... Их на попу поставили, так сказать. Ну и все. И наша команда... И благодаря тому, что... По равнице очков наши вышли на первое место. Потому что они только проиграли только одну игру. Наши дети, получается, первые. Что сыграло непонятно, что то ли... То, что каждый с корабля на бал. Потому что мы только приехали с автобуса, грубо говоря. И сразу же у них была первая игра с клинцами. Дети просто не включились. Ну, конечно, еще качество игры тоже очень сильно сегодня повлияло. Да, клинцы были быстрее. Родителям сегодня... Родителям сегодня все детям вы сказали, что про них думают. В первой игре, да. Получили все под замес, называется. Зато в следующих мы были умничками. Зато в следующих, да. Зато в следующих мы были молодцы. Так. Очень довольна, что съездила. Огромное спасибо моей Настюше, что она забрала детей. Потому что если бы не она, я вообще не знаю, что я делала. Куда позвонила, кому позвонила, как я это все делала бы. Поэтому сейчас мы быстренько жарим... Еду. Растребки. Куриные. Угу. Далее варю макароны. Ставлю варить. Варить макароны. Думала, что варить макароны. Другое. Но просто уже не успею. Ничего. Я думала, что приеду в 6 часов вечера. По 7-го максимума. Потому что все-таки приготовить. У меня все было разморожено. Поэтому думаю, что сейчас. Раз-раз и готовы. Думаю. Ага, приехали по 8-й. Ой, по 7-го вечера максимум. Только в 9-4-ки были дома. В 15-9-10-ти. Ну, сейчас все это бузненько-бузненько припевается. И диетическую ванну. Вправляем маленьких. Мыться. Как раз пока приготовиться. Здесь уже к тому времени. Помоются. Будут готовы ко сну. Сережа еще на работе. Сережа мне раздвонил после игры с клинцами. Ах. Ну как я? Я говорю, как, как. А он говорит, а что они там вообще позверели что-ли? Там вообще там говорят на поле. Я говорю, Сережка, понимаешь, что если сейчас не это, то он не идет речь о том, что занят первое место. Но все-таки наши ребята справились. Естественно, он увидел только вечером уже, когда свалился после работы. Сразу говорит, о, поздравляю, молодцы ребята. Все круто, класс вообще. Да. Мы счастливы и довольны. Так, все. Бегом-бегом. Надо ставить все. Чай не вскипел, давайте. Да, да, да. Надо убирать, чтобы я поставила варить собаки и еду. О боже. Все. И этот, свой этот. Кровалок. Да? Уже высохло. Угу. Оно уже высохло. Хорошо. А все лежит на кухне. Некогда вот уже убрать. Я говорю, что с утра бросала. А, я же не показала. Я же хотела показать. Да. Что-то Владик принесли сюда. Вот такая у нас медалька. Займет свое почетное место. Тут все у нас. Сами прочитайте. Очень хорошо все так видно. Ооо. Молодцы, молодцы. Молодцы. Просто заслужили. Сегодня заслужили. Кроме первой игры. Во-первых, у вас надо было так по шее всех. Из поля выгнать. А играть стильская же. Типа, еще одна такая игра. Мы садимся в автобус. Вот тупо отсюда уезжаем. То есть смысла уже нету здесь ничего ловить. Четвертое место занять. Ну. Ну, молодцы ребята. Выбились вперед. Так. Так. Все. Жарю. Требки. Так. Все. Ужин у нас уже готов. Герта тоже готова. Сейчас стоит. Остывает. Для Герты. У него брастребки и макарошки. Вообще сегодня планировался абсолютно другой ужин. И из грудки я планировала другой приготовить. Но, к сожалению, на что времени хватило, то и приготовила. Поэтому Владик у нас в ванне домывается. Ироника только вышла из ванны, одевается. Давай одевайся, дай за стол. Сережа тоже только что пришел с работы и уже сел ужинать. Мы зато поездим на турниры. Когда завтра? На Требранде. Господи, Ирина, у меня уже крыша едет ваша в футбол. В прямом смысле этого слова. Я уже вообще не соображаю, у кого игры, у кого тренировки, у кого турниры. Завтра у Владика опять турнир. Полдевятого, ой, полдесятого, по-моему. Надо быть уже на партизанах. Короче. На Владарке. А кто с ним поедет? Он зато поедет один. Я зато не в состоянии никуда буду ехать. У меня завтра и так дело по горло. Я меня отвезла. Илья, подожди, пожалуйста, с завтрашним днем еще. Попробуйте завтра. Завтра будет все видно. Хорошо? Давай, кушай. Приятного аппетита. Так, ну что? Все. Я труп. В прямом смысле этого слова. Труп. Здесь все поубрали. Даже успела помыть полы, пока в процессе готовила ужин. Потому что тут Герда дел проделала. И понасвинячила, как просенок. Да, Гердыч? Хрюшка. Ты наша хрюшка. А не собака. Хрюша. Да. Хрюшечка. Покушала. Ой. Дети. Да. 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 Покушала. Детки тоже покушали. Все покушали. Короче. И в итоге ложились спать. Сегодня у меня было совсем далеко неправильное питание. Вообще. Сегодня целый день на бутербродах. Тупо. Потому что. А мне почему не привезли? С утра. Он тебе есть хлеб, он тебе есть колбаса в холодильнике. Вот тебе есть бутерброд. Что ты думаешь, мы ели какие-то особенные бутерброды? Я думала, что мы там ели хлеб, колбаску, сырочек, капусту и хлеб. Я понял. Ты мне что-то прочитывал где-то. Нет, Ириша. Мы не ели ничего такого. Мы ели тупо целый день на бутербродах. Потому что с утра я вообще не поняла. Владик ты еще успел поесть, а я вообще не. Какой-то кошмар просто с утра был. Бешеный. Ну с утра, да. Успела. Одну котлету съесть, а? Мои шорты. Что твои шорты? Ну, наверное, иди синий. Твои шорты лежат? У нас сегодня Владик, кстати, вычудил на игре. Вчера русским языком сказал, Владик, собирал форму? Да, собрал форму. Все положил? Да, все положил. Сегодня приезжаем. Пенсы. А, Владик, у меня футболка есть, а шорт нету. Это просто изюминка, а не ребенок. А кто играл? Это благо, что у нас была дополнительная форма запасная. Да, и он играл в запасной форме. Это вообще-то просто. Чем думал человек? Я до сих пор не понимаю. А зато говоришь, что да. Угу. А с вами да. Завтра положишь, там форму лежит. Он даже Герда ругается, да? Ты чего лапами своими машешь, а? Ты чего с вами лапами машешь? Ты чего с вами лапами машешь? Совсем уже? Дерешься? С кем ты там дерешься, Гердочка? Кошки у нас на кухне закрыты, кушают. А то Геда покушается на их еду. Так, все, на этом мы с вами будем прощаться. На сегодняшний день у нас такой футбольный день получился. Футбольный. Девочка, у меня реально едет крыша. От этих футболов, от этих турниров. Я говорю, а, эта неделя вообще у нас выдалась. Просто супер-пупер, я говорю, какой-то кошмар. Нет, хотя бы завтра, ой, послезавтра будет выходной. Да, в пятницу у вас будет выходной, наконец-то. Ну, Геда, хватит. Криво, 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 криво. А в субботу, Владик, Синий у нас снова тренирует. А? В субботу, Синий у нас снова тренирует. Да, Владик, да, 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 да. Может, это не прожили до понедельника? Сейчас. Обязательно. Так, ладно, все. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока-пока. Пока.